Всем привет! Ученые привели список наиболее распространенных тем в ночных кошмарах. Нападение, обман, неудачи и страх. В любом случае под покровом темноты и одеял и происходит все то, что в реальности сложно себе вообразить. Но чем не современное искусство? Просыпайтесь! У нас готова новая кошмарная арт-серия. Славянский базар. Забудьте! Место творческой тусовки и нон-конформистского общения Толстого 7. Альтернативный музей современного искусства. Артишок не смог устоять. Арт-пространство своими глазами. Необычный ракурс. Как подготовить фотопроект за рулем собственного автомобиля? Выйти замуж за крокодила? Это удача или наоборот? Арт-терапия. Спешим приобщиться к искусству? Буря в музее. Выставка картин Айвазовского. Подсчитать штормы не удастся, ведь у него 6000 картин. Алексей Хоряк расскажет о разбушевавшихся шедеврах и таланте мариниста-укратителя. Добавим панк-музыку. Не будет укачивать? Он не вписывается в формат. Главная роль Артишока. Главный панк страны и лидер группы Дай дорогу Юрий Стыльский. Секрет вечной рок-н-ролльной молодости и популярности. Витебск это не только славянский базар, но и улей наподобие парижского, где крутятся художники, фотографы, дизайнеры. Обосновали его в старинном здании в центре города. Арт-пространство Толстого 7. Здесь авторы создают и экспонируют свои работы, а еще общаются с публикой, питают и питаются друг с другом. Вместо творческой тусовки и нон-конформистского общения – альтернативный музей современного искусства. Артишок не смог пройти мимо, притянуло арт-пространство своими глазами. Витебск, Толстого 7. Это здание долгое время было обыкновенным бесхозным домом, хоть и с богатой двухсотлетней историей. В двухтысячных появилось много желающих в нем поселиться, но власти решили сделать из него филиал Витебского центра современных искусств. Для художников и просто творческих людей Витебска это стало настоящим подарком. Мне именно это место нравится гораздо больше, потому что оно такое свободное, креативное. Вот как будто это создано для того, чтобы здесь вот брызгать, студенты, чтобы здесь баловались, именно креативили, выдумывали, ошибались, зачеркивали. Такое место удивительное. Однако денег на то, чтобы привести место в порядок и сделать хотя бы косметический ремонт, так никто и не выделил. Поэтому директор центра Андрей Духовников придумал хитрый ход. Он предложил художникам бесплатно сделать в центре свои мастерские, но с условием. Помещение облагородить. Так в Витебске появился аналог парижского улья. Почему его сравнивают, например, с парижским ульем? Потому что здесь мы сдаем художникам комнаты, где они могут сделать свои мастерские, проводить свои выставки, общаться с другими художниками. Чем же отличается наше здание от парижского улья? Тем, что мы это делаем бесплатно. Молодым художникам очень сложно в своем возрасте открыть мастерскую. И для них это возможность творить, общаться с более старшим, например, поколением. По воспоминаниям Шагала в парижском улье или помирали с голоду, или становились знаменитыми. В арт-пространстве никто от голода не умирает, но Шагала почитают. Художник прославил витебское искусство в глобальных масштабах. Я помню, читал воспоминания Шагала и поймал себя на мысли, что я приблизительно так же тоже и думаю. Он пишет, значит, в Витебске особая атмосфера, очень много женщин, и поэтому это окрыляет мужчин-художников. В общем, так он сказал, интересно, это очень близко к этому, да. Город любви, я бы сказал так. Город, он окрыляет на самом деле, а там, где есть окрыленность, там обязательно полезет креатив. Если ты художник, то это своя окрыленность, это вот чувство. Ты будешь выливать в работу обязательно. Музыканты в музыку, поэты в стихии. Креатив прет в Витебске. Каждый зал в арт-пространство Толстого 7 – это своеобразная арт-площадка, которую художник создает самостоятельно. Сам отбирает, какие работы выставить, как их расположить или же вообще изменить экспозицию, перекрасить стены и перевернуть мир с ног на голову. Эко-художник Елена Петрова своему зала придала не только колорит, но и аромат. Конкретно с сенопластикой я встречаю редко мастеров в Беларуси, поэтому это место является, конечно, притяжением для любителей природного материала. Для меня это очень важно. Я думаю, что здесь, в арт-пространстве, каждому художнику есть возможность показать что-то очень важное для его жизни. Для меня вот природный материал, которым я занимаюсь. Художники используют арт-пространство для того, чтобы донести до зрителя свои мысли, чувства, ощущения или протест. Каждый по-своему. Здесь создано арт-пространство Толстого 7, где художник может себя проявлять в полной мере. То есть, если ты действительно творческий человек, если тобой владеет именно идея творить, то здесь всячески этому потворствует. Я человек экспрессии, и не нужно в себе как бы это вуалировать или наоборот нужно это вытаскивать. Ну, отсюда у меня, конечно, вот эта мазня. Я очень люблю большой формат, чтобы это было свободно, чтобы материал жил, краска, чтобы была живая, текла, разбрызгивалась. Арт-пространство Толстого 7 становится популярнее не только у местных, но и у многочисленных туристов. Все хотят увидеть необычный арт-центр своими глазами. В принципе, это место громкое. Нельзя сказать, что был какой-то один громкий проект, который привлек сюда людей. Это место было для молодежи. И молодежь потянулась. Им было интересно творить, общаться с людьми, с новыми людьми. И в принципе, здесь нет случайных людей. Они приходят, и они понимают, что это их место. Это вот творческое такое сообщество нашего города. Здесь очень легко и свободно. И в принципе, это место не такого нон-карфаминского общения. Это не просто здание, где находятся мастерские и проходят выставки. Здесь бурлит творческая жизнь. Художники собираются, чтобы просто посмотреть хорошее кино, послушать лекции или организовывают поэтическую тусовку. Дом для тех, кто неравнодушен к современному искусству. Сегодня современное искусство доступно любому. Приобщиться к проектам могут и автолюбители, и дайверы, и домохозяйки, и даже мэры в наших рядах. Правда, им как раз и не позавидуешь. Взять в жены крокодила и бояться, что цапнет на свадебной фотосессии не всем так везет. Пора заняться арт-терапией. Кому сможем, поможем. Американский фотограф и лауреат Пуллицеровской премии Барбара Дэвидсон приняла участие в рекламном проекте компании «Вольво», в рамках которого сделала серию уличных снимков на камеру своего автомобиля. При съемке фотографий Дэвидсон использовала фронтальную камеру авто, расположенную в верхней части лобового стекла, сразу за зеркалом заднего вида. Результат – необычные фотографии. Более 400 любителей подводного плавания собрались в районе Кораллового рифа в 10 километрах от острова Биг Паэн Ки на юге штата Флорида. В ярких костюмах и с музыкальными инструментами они устроили на дне моря ежегодный концерт. И все ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны местного Кораллового рифа. При помощи динамика под воду транслировались песни морской тематики. В такт мелодиям участники концерта подыгрывали музыки на гитарах, трубах и гигантских раковинах. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме охраны Коралловых рифов. Свободный художник из Праги Филипп Ходос делает сюрреалистические визуализации, которые показывают современный мир с новой стороны. Его работы посвящены закату поп-культуры и демонстрируют разлагающиеся символы эпохи. Так он изобразил Пакмена, Тетрис, Супер Марио и многие другие вещи, с которыми символизируется уходящая эпоха. Испанский уличный художник Акуда Сан-Мигель украсил фасад заброшенного дворца 19 века во Франции яркими красками. Работа получила название «Череп в зеркале». Автор нарисовал огромные черепа и таращатся они глазницами окон. Он участвовал в проекте по превращению заброшенной церкви в Испании в скейт-парк, расписывал фасад детского сада в Италии и создавал 3D-граффити на одной из высоток Гонконга. Мэр мексиканского города Сан-Педро Хуамилула Виктор Агилар женился на самке крокодила. Перед церемонией рептилию облачили в белое платье и надели на голову венок. Не каждый невесте так везет. Красавице пришлось связать челюсти, чтобы не покусала жениха. Впрочем, это не чудачество, а традиции еще с 18 века. Мэры Сан-Педро Хуамилула каждый год венчаются с крокодилами. Местные жители верят, что столь странный выбор в пользу крокодильши приносит удачу рыбакам. Артишок знает, как утихомирить бурю. В Национальном художественном музее Беларуси выставка картин к 200-летию Ивана Айвазовского. Подсчитать штормы не удастся. За свою длинную жизнь художник создал 6000 картин. Работал быстро. Каких-то два часа и море кипит. Свою самую большую картину Айвазовский написал всего за 10 дней. Но что интересно, рисовал столь правдоподобно, даже не с натуры, а в мастерской по памяти, Алексей Хоряк расскажет о разбушевавшихся шедеврах и необыкновенном таланте мариниста-укротителя. Выставка «Ивазовские и маринисты» приурочена 200-летию с дня рождения известного художника-пейзажиста. Как он сам говорил, нельзя написать море с натуры. Хороший художник должен обладать хорошей памятью. Благодаря этой памяти, благодаря мастерству, Иван Константинов, собственно, и работал всю свою сознательную жизнь. Когда речь идет о такой сложной стихии, как водная стихия, он считал, что нельзя одномоментно все это запечатлеть, стоя на берегу, зафиксировать мгновенно все вот эти состояния, тончайшие оттенки, нюансы. Он считал, что только хорошая память может позволить художнику раскрыть тот или иной сюжет, тот или иной вариант морского пейзажа. Айвазовский работал в мастерской, хотя работал быстро, но тем не менее это был художник старой такой академической школы, с таким совершенно классистическим воспитанием и романтическим переживанием природы. В русском искусстве XIX века есть целый ряд пейзажистов, которых иногда трудно отнести к какому-то направлению или стилю. Айвазовский, он как бы не уходил ни влево, ни вправо. Он многообразен, он менялся со временем как художник. Вот если его пейзажи 40-х годов, самые ранние вещи, которые есть в нашем собрании, они такие предельно тщательные по письму, то самые поздние вещи, одна из наших поздних вещей – это Ниагарский водопад 1892 года. Она уже как-то свободнее, это немножко другая манера письма. Ну и в том, и в другом случае мы узнаем Айвазовского. И вообще большой художник – это стиль. И Айвазовский, несомненно, создал свой выразительный, запоминающийся, узнаваемый стиль. И так с любым большим художником. Есть еще некий уровень, скорее интуитивно понимаемый, ощущаемый любым человеком – это уровень образа. И вот цельный, законченный образ – это, конечно, доступно далеко не всякому художнику. Иван Константинович вполне справился с этой задачей, показывал разные состояния, эмоции. И был верен своему найденному стилю. Но он все-таки так или иначе развивал вот это направление. Он никого не слушал, хотя его критиковали. Мы не будем забывать о том, что вот такой академический, романтический Айвазовский, он все-таки работал преимущественно во второй половине XIX века, когда в авангарде развития русского искусства был уже все-таки реализм. Это иное понимание природы, человека, места человека в природе. Айвазовский, как бы никого не слушая, продолжал идти своим путем. Я считаю, правильно сделал. Если он уже нашел себя, я думаю, что это не какая-то штамповка, не шарнирное понимание искусства. Я еще раз повторю, что и в поздних вещах он демонстрировал какие-то новые для себя. Он показал все-таки стиль в развитии, в какой-то динамике. Свой личный стиль Айвазовский. Никто, в общем-то, не мог с ним конкурировать, и да и не может сейчас. Если вам надоел шум моря, внесем разнообразие. Добавим немного панк-музыки и не будет укачивать. Его творчество, по сути, не вписывается ни в один формат. Исключительную популярность, не проходящую, завоевал у молодежи. В главной роли Артишока главный панк страны и лидер группы «Дай дорогу» Юрий Стыльский. Пора узнать секрет вечной рок-н-рольной молодости и популярности. Рок-звезда, признанная толпой фанатов на всем постсоветском пространстве. А вот быт сам по себе аскетичный. Зато рокерских артефактов пруд пруди. Обитает Стыльский вот здесь, в мансарде старого дома. Вот девяносто первое. И ладно, чтобы это, знаешь, как бы я там ее делал по приколу. Это было все серьезно. Это диагноз просто. Белорусская панк-рок группа «Дай дорогу» образовалась в Бресте в 98-м году. Коллектив исключительно плодовитый. Больше десятка номерных альбомов. Тысячи концертов у нас и за рубежом. Лауреат многочисленных независимых музыкальных премий и прочее, и прочее. Сам Стыльский говорит, что все просто как палка. В любом бизнесе, скажем, даже если человек будет упорно трудиться и верить в него, там, в течение пяти лет, на шестой год у тебя будет успех. Ну, если это факт. Как если ты фанатично чем-то загорелся. Денег нету. Я работаю на цветотроне. Куда бы ни закинула меня же духа. Даю 400 процентов. Это замануха. Долгое время Юра пытался быть как все. Отучился в ПТУ на резчика по дереву. Успел поработать в четырех брестских ресторанах в качестве повара. Кстати, без соответствующего образования. Но музыка, в конце концов, победила. Увольте с работы Без отработки меня На карте есть место И я улетаю туда Пока Люди моего возраста, скажем, все уже с двумя детьми, у них семьи, все серьезно. А я вот как будто, ну, и вообще у меня сложилось какое-то свое мнение, что женятся люди из-за скуки, из-за какой-то, потому что им нечем заняться, блин. Работа, приходят домой, и сверстники уже все по ячейкам, так сказать, разбрелись. И что делать? Ну, наверное, нужно самим, ну, как бы впрягаться в это все. И следовать как бы такому примеру. Ну, и все вокруг социум давит. Ну, когда мама там, ну, когда уже там внуки, ну, когда ты что там тормозишь. Она тебя не давит, мама. Нет, она такая, иногда говорит, ты что там... А мама говорит, жениться, мне пора степениться. Ну, вот мама вот так. Она меня все больше... Когда пенсия там, Юра, ты-то мне волнуешься. Еду я на велике, и ветер мне в лицо. Я как будто маленький в загадочном кино. Нажимаю на педали вдоль залива. Тексты «Дай дорогу» простые и незатейливые. Музыка подстать. Тем не менее, даже без теле и радиоэфиров среди молодежи это расходится как форменный вирус. Видимо, от того, что все здесь на ее языке. Просто и понятно. И о том, что волнует каждого. От 15 до 20. Смотрел вокруг. Похоже на жилище человека, которому всегда 20 лет на самом деле. Я на самом-то деле в этом уже возрасте и застрял, мне кажется. То есть общаюсь я в основном с людьми от 17 до 25. Ну, порой бывает, конечно, если мне нужно набраться мудрости какой-то, мне приятно, конечно, пообщаться с людьми, которым 50 или 60. У меня есть еще такие друзья. Вот я не исключаю, как бы. А что касается идти в ногу со временем, как бы там не отставать от какого-то поколения, которое там немножко шарит в каких-то вопросах, компьютерных еще там где-то. То есть какому-то жаргону или еще что-то, знаешь, что у нас на плаву. Вот как бы они меня, так сказать, заряжают молодостью. Песни «Дай дорогу» пишутся здесь же, на этом самом компьютере. При всей простоте Стыльский постоянно стремится добиться звучания, максимально приближенного к западному и современному. Постепенно тренируешь свой слух, чтобы звучание было, ну, хоть немножко приближенное к мировому. Ну, у меня это чуть-чуть получилось, смотри. Тут скрипочки пищат, короче, гитара брынькает, барабаны живые играют. Ну, то есть можно сблигать, что это типа вот в студии крутой все записано. А это в домашних условиях просто вот на «ты». Вот так выглядит в виде черновика. новая композиция. Это «Медляк». Ничто человеческое панкам тоже не чуждо. Затем такой вот сырой вариант рассылается остальным музыкантам. Благо их немного, всего два. И на репетиции уже трек доводит до должного состояния. А потом до должного состояния доводит и публику. Хотя, говорит Юра, изначально задач такой не стоит. Я просто выкладываю то, что у меня в голове, и я думаю, что тебе будет приятно. И все. А то, что там я должен тебя зацепить, должен по ночам ее слушать, вспоминать меня добрым словом, как бы передать своей подруге, сказать, смотри. То есть это так. Ну, приятно, конечно, когда оно ведет за собой такие какие-то последствия. Ну, а на самом деле я просто вот пишу и наслаждаюсь именно вот каким-то таким процессом. А что с этого получится, не знаю. Панк-роком таланты Стыльского не заканчиваются. Несколько лет назад с электронным проектом «Фокуба» он успел стать еще одной легендой. На этот раз электронной сцены. Выступали по всей Европе перед десятками тысяч и на одной сцене с такими товарищами, как Продиджи и прочие великие. А потом напарник по проекту ушел в начальники отдела Wargaming и занялся не электронной музыкой, но World of Tanks и стал как всех. Молодой совсем сыночек, про друзей давно забыл. «Фокуба» развалилась, но Стыльский и своих андеграундных позиций не сдал. Возможно, именно отсюда в творчестве «Дай дорогу» образовался такой вот степ над мегапопулярной игрой. Да ты в танке не горел, да ты пороха не нюкал, где твой ярость и предел. И стальная сила духа, загружай давай быстрее, заряжай давай бегом. Ты родился, тормознуть армакиндон. А музыка – это единственное лекарство от скухи? Или есть еще какие-то вещи? Мне нравится живопись. Я рисую картины в свободное время. Хотя в последнее время мне уже нужно вообще вот себя заставлять, потому что разленился капец. Мне по приколу, вот скажем, я сейчас в ролики влюбился, мне нравится какой-то спорт. Хотя я одновременно могу и подбухивать. Живопись в жизни Юры появилась недавно, зато много. Хотя бы и просто в плане площади. Картины огромные и откровенные. Чем проще, тем лучше. Вначале и вовсе краской для стен. Мне там давали советы всякие. Юра маслом пиши, ты что, придурок? То есть, ну, у краски, я снежку мешал с гуашью. И думал, что, ну, то есть, она пастельная, немножко так разбеленно. Но все же, я думал, это искусство. А потом сказали, что, ну, то есть, я сам допер, что у этой строительной краски, там, срок годности, пять лет, она для этого и сделана. Чтобы потом просто разложилась там молекулярно как-то там, и все, и просто опало. И вот решил сделать, как делают это великие. В живописи Юра только начал. Но первая персональная выставка уже была. А дай дорогу остается одной из немногих у нас в стране, кому удается зарабатывать на жизнь музыкой и без связи с официально признанной эстрадой. Формула успеха пастельскому работает. Если пять лет подряд бить в одну точку, то в любом деле будет толк. Только бить нужно сильно и искренне. Современное искусство – это тот же ночной кошмар, но только превращенный в веселую историю. Артишок – тот случай, когда просыпаться не хочется, но нужно. Спешите реализовать свои идеи, а там искусствоведы и разберутся. Кому начнут подражать, кого выставят на аукционе. Встретимся через неделю. И еще напомню, что все необыкновенные арт-истории, а также новости и другие проекты «Беларусь-24» можно отслеживать онлайн на нашем сайте и в социальных сетях телеканала. Подключайтесь. А сейчас пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова